Как посчитать счастье? В каких единицах оно измеряется? В рублях? Иной валюте? Или в чем-то другом? Этими вопросами мы задались сегодня. Повод в самый подходящий. Международный день счастья. Подсчитать капитал просто. Заглянул в кошелек, пошуршал купюрами или проверил счет банковской карты. А как подсчитать счастье? Вот в Бутане, например, решили не ВВП, внутренний валовый продукт, измерять, а валовое национальное счастье. И даже предложили индекс. Они берут в расчет экономическое, социальное, политическое благосостояние и экологию. Даже рейтинг стран составили ежегодный. По их мнению, сейчас самый высокий всемирный индекс счастья в Коста-Рике. Россия, увы, только на 116 месте. Изучив интернет-пространство, медиалогия подготовила рейтинг регионов России по упоминаемости в контексте счастья. В список 25 самых счастливых регионов Чувашия не вошла. Впрочем, это не мешает находить нашим землякам слагаемые своего счастья. Просто, видимо, не так часто они упоминают об этом в соцсетях. Стабильная работа, здоровые дети, любящий муж. Ну и все. Больше ничего для счастья надо. Чтобы дома все были счастливы, здоровы. Чтобы сынок приходил из садика и всегда говорил, мама, наконец-то ты пришла. Чтобы мой молодой человек вернулся с армии, тогда я буду очень-очень счастлива. Если человек с утра проснулся, он уже счастливый человек, мне кажется. Для меня счастье – это обнять ребенка 10, ну хотя бы около 10 раз за день. Так как я постоянно нахожусь на работе, вот это не удается. Для меня вот это самое главное – счастье. Чтобы у детей было все хорошо, чтобы до у меня ничего не случилось, чтобы были все всем довольны. Это все, это счастье. Завтра день рождения. В каком-то виде счастье. Самое главное, наверное, чтобы моя семья была здорова. Для меня это счастье. Ну, для счастья нужно, чтобы дети были здоровые, чтобы семье было благополучее. Чтобы все были счастливыми. Счастливые, когда видишь много улыбок вокруг. И самой хочется улыбаться. Весна пришла, тоже счастливое время года. Да, совсем не случайно День счастья отмечается весной, 20 марта, в день весеннего равноденствия, когда свет и тьма делятся поровну, недвусмысленно намекая, что права на счастье у всех равные. Ирина Волкова, Неркарсаков, Республика.